Ну, если брать в общем по игре, наверное, брать можно только первый тайм, и частично второй, потому что в втором ветер такой сумасшедший, что с двух сторон был сумбур, просто, может быть, кому-то бы повезло, самой игры в втором тайме ее не было, хотя, опять же, в конце у нас был стопроцентный момент, три человека выходили, когда Хаджава мог отдавать, в принципе, мог забивать, могли три очка заработать. Первый тайм, я считаю, особенно первых минут 30 мы очень сильно играли, организованно играли, учитывая наши потери в сегодняшней игре, как раз в атаке сыграли. Хотелось, конечно, быть острее, но все равно у нас были достаточно неплохие эпизоды и моменты. Уже мы то, что тренируем, постоянно выходим на какой-то уровень контроля мяча, физически мы выходим уже также на неплохой уровень в прессинге, то, что мы это, опять же, отрабатывали. Прессинг на всех участках поля был неплохой. Но и соперника, конечно, в первом тайме было два эпизода достаточно очень острых, что тоже могло закончиться и голом. Поэтому, наверное, игра в какой-то степени была равная, а вот уже второй тайм уже сложно судить то, что я изначально сказал, что очень все-таки был сильный ветер, тяжело контролировать ход игры в такую игру, что соперник, что нам. Четвертую игру команда зарабатывает очко в каждом матче. Вы считаете это хорошим результатом при том, что мы играем с лидерами? Наверное, если брать два варианта. Первое – это, учитывая наше турнирное положение, конечно, нам нужны победы, чтобы хотя бы выходить на какой-то туда ближе от вылета зоны. Второе – это, конечно, мы играем с всеми лидерами, мы играем в ничью, мы не проигрываем. По чуть-чуть, по чуть-чуть мы набираем, это очень важно. И я думаю, конечно, это показывает, что мы на правильном пути, появляется стабильность. И мы на самом деле очень много работаем в разных направлениях. Я свои идеи пытаюсь предложить футболистам, они это выполняют, достаточно хорошо работают. И мы им пока не проигрываем. Хотелось бы, конечно, выигрывать. Все-таки три очка бы, если бы за эти четыре ничьи, три ничьи было и одна победа, совсем было бы немножко по-другому. Но на самом деле соперники очень сильные все. Хотя я уже говорил, что в ФНЛ нет слабых соперников. Будем дальше работать и пытаться выиграть следующий игрок. Выпад Хаджала на поле был необходимостью? Нам показалось, что он не оправдал. Скажу так, если мы берем его уровень по прошлому году, когда он появился в команде, он много голевых передач отдал. И это как раз тот футболист, который может взять на себя. И вот я с каких соображений смотрел, что нам нужна победа в любом случае. И я не чувствовал, что у нас в первом тайме есть... Мы, да, мы комбинируем, что-то выходим, но мы не можем именно вот эту последнюю передачу отдать, чтобы настолько, сколько может это Хаджала. У него была операция на мениск. Да, где-то риск. Но только так он может набрать форму. Он серьезный футболист. Конечно, были нюансы, которые, да, может быть, не так вошел, как хотелось бы. Но все равно он и пару эпизодов достаточно эффективных сработал. И вот последний момент. Да, не забил. Мог отдать. Конечно, был лучший вариант отдать, и мы бы выиграли игру. Но мог их забить. Поэтому он имеет эти эпизоды, и это уже хорошо. Конечно, может быть, так со стороны. Если, да, где-то потерял, где-то пока не быстро получается движение. Но по-другому как он наберет. А у него есть талант. Поэтому где-то мы пытаемся использовать. Ну, также, наверное, в игре Гоглоеву не хватало. Ну, Гоглоев. Гоглоев, Саталкин. Это футболисты, которые как раз атаки, которые тоже в основную часть, это они забивают голые от Дею. У них уровень мастерства в этом плане неплохой. Конечно, их не хватает. Тем более в таких играх. То же самое, что в той игре не хватило Саталкина во втором тайме, да, что он мог забить мяч. И вот сейчас эту точечку, мы же видим, две игры мы играем на ноль. Не пропускаем и не забиваем. Как раз вот и не хватает наконечника. Мы же даже видим простую статистику по нам. Мы в том году неплохо играли, но нам не хватало забивать голы. Поэтому происходят такие ситуации. Конечно, мы стремились к победе, и учитывая все те особенности, в которых нам, ну, особенности условий, в которых нам предстояло проводить игру, мы учитывали это. И тем не менее старались добиться победы. Я думаю, что ход игры это отражал. Стремление овладеть инициативой, проводить быстро атакующие действия. Но настолько, как бы, условия были антифутбольные в этот день в Сахалине. Мне не хочется обижать болельщиков, которые смотрели этот матч. Но на самом деле играть в футбол созидательно было очень тяжело. Поэтому часто команды, обе команды упрощали игру, применяли длинные передачи, было много единоборств. Но ветер, который вмешивался постоянно, осложнял работу с мячом. Плюс, конечно, все вот эти моменты, которые игру делили на части, это и падение рекламных щитов на футбольное поле, и падение в скамеях, в технической зоне и так далее, и так далее. Все это отвлекало, естественно, от игры футболистов, мешало созидательному футболу в целом. Но, что ж, приходится, у нас большая страна, приходится учитывать желание болельщиков, видеть свою команду и играть в таких условиях. Мы создаем действительно большое количество моментов для взятия ворот, но, видимо, есть проблема с реализацией. Естественно, надо над этим работать, создавать условия для реализации во время тренировочных занятий, также в условиях жесткого сопротивления стараться исправлять реализацию. Я думаю, что и обе команды с максимальным настроем вышли на игру. Но еще раз повторюсь, те условия, в которых находились команды, это антифутбольные условия. Продолжение следует...